Отечественный хип-хоп имеет очень много собственных самобытных поджанров, о которых большая часть любителей рэпа может даже не подозревать. Например, тюремный рэп Шансон, который, как оказалось, очень популярен среди людей, отбывающих срок в тюрьма. Проводником такого жанра в жизни является артист Гео Пика, настоящая живая легенда андеграунда, которая не собирается покидать с собой у занятых высот. Его треки и клипы очень популярны на ютубе, но остается только догадываться, из каких мест к нему приходят эти миллионы просмотров. Правда, в последнее время артист заполучил себе аудиторию куда более широкую. Совместный альбом с Крафтсом под названием «17 мгновений осени» стал очень популярным, а некоторые треки оттуда успели покорить ТикТок. Когда-то мы уже делали видео про Гео Пику. Видимо, пришло время обновить информацию про этого музыканта. Тем более, что буквально вчера вышло его интервью для вписки. В общем, мы начинаем. Поехали! Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Начнем сразу же с цитаты музыканта, касающейся истории происхождения его псевдонима. Правда, еще до этого он получил кличку Пиковый. Вот цитата артиста. Скажем тут пару слов об излюбленной теме рэпера, а именно о тюремной романтике. Его увлечение тюремной темой, которая является основной в творчестве музыканта, началось с детства. Парень читал исторические хроники об истории создания СССР. Потом начались лихие 90-е. Война в Грузии. Молодой человек сам столкнулся с криминалом, когда после переезда в Сыктывкар, бывшему врачу пришлось заниматься перевозкой грузов и работать в шашлычной. Гео сегодня настолько популярен среди заключенных, что ежегодно получает от фанатов из тюрем подарки ручной работы. Ножи, нарды, четкие портреты. Причем посылки приходят как из России, так и из Белоруссии и Казахстана. У артиста уже собралась целая коллекция. Гео понимает свою целевую аудиторию. Он даже планировал сделать благотворительный тур по тюрьмам России. Но, как говорит сам рэпер, ему намекнули очень прозрачно, что эту идею надо оставить. Но певец не отказался от плана и надеется его реализовать в будущем. Вот цитаты артиста, но не из вписки, а из более раннего интервью. У меня рэп криминального характера. Даже не криминального, а тюремного. Каким еще может быть северный рэп, по-твоему? Про сосны? У меня есть тракососных, с лесополосой связанной. Разумеется, северный рэп у меня зациклен на системе ФСИН. Это рэп старой формации. Почему старый? Потому что тогда было вежливое отношение. А сейчас нет. Сейчас пенсионеры могут стукнуть по голове из-за мобильника или пенсии. В 30-е, 50-е годы, если человек попадал за такие преступления в лагеря, то его очень жестоко наказывали. Тем не менее, жизнь музыканта до популярности вряд ли можно назвать благополучной. Вот, например, его рассказ про передоз, который случился с ним в подростковом возрасте. Это Гео поведал в Писке. Цитата. Уходили с мамой с утра, и она обратила внимание, что я накрыт с головой. Подошла, и меня по ноге стукнуло, а я не реагирую. Сдергивает одеялом, а я сине-фиолетового цвета, и на лбу крупные капли пота. Я видел, как ухудшается моя жизнь, как я деградирую. Попадал в такие варильные притоны, что первые 10 минут у меня был переворот в голове. Черт, где я? Я выскочил 22 года, на сухую, без реабилитации. Настоящее имя рэпера – Гео Джиоев. Будущий артист родился 8 мая 1978 года в Тбилиси. По национальности он осетин. Мальчик воспитывался в семье музыкантов. У него был строгий отец и старший брат, который часто замещал родителей и нагружал парня делами. Придумывал тому задание. Он посещал музыкальную школу, ходил на вокал, в секцию борьбы. Отец и мать пытались с детства привить сыну любовь к музыке, и все для этого делали. Однако юношу больше привлекала дворовая жизнь. Парень постоянно пытался выбраться гулять, и только на улице чувствовал себя в своей тарелке. Из-за грузина-южно-осетинского конфликта семья рэпера часто переезжала. Из Грузии они отправились в Северную Осетию, а уже оттуда в Москву. Вот еще одна цитата музыканта про детство. «У наших старших был такой прикол. Могли стравить мелких и поставить деньги или поход в ресторан. Я выигрывал всегда. Прислушивались мы только к бандитам». Наша волна несет в этот город наш рэпак. Оба нас, ик ты в кору. Родители музыканта хотели, чтобы младший сын стал врачом. И парень после окончания школы поступил в медицинский вуз в Москве. Как признается Гео в своих интервью, конкурс был огромный, а блата у него не было. Так что русский и литературу он сдал без труда. А вот чтобы получить высокий балл по биологии, пришлось потрудиться. Молодой человек не горел желанием лечить людей, но уступил мнению родителей. В целом он посвятил этой профессии 11 лет. Помимо учебы работал медбратом, фельдшером, врачом на скорой, а после курса перед подготовкой – анестезиологом. В 30 лет мужчина ушел из медицины. В 2006 году Гео переехал в республику Коми, где старшему брату потребовалась его помощь в бизнесе. Параллельно с коммерцией Гео начал делать музыку. В 2014 году Джиоев записал песню под названием «Фонтанчик с дельфином», которая рассказывает о колонии для осужденных по жизненному лишению свободы. Через два года поклонники артиста увидели на ютубе клип на этот трек, который снимали на фоне тюрьмы. «Фонтанчик» – наверное, самый главный хит в карьере музыканта. Он мог бы приносить ему огромные суммы ежеквартально, если бы не одну «но». Вот что рассказал Гео, Вася и Коля. Цитата. Трек был продан компанией «Союз» в 2019 году, и я получил разовую выплату за него. На тот момент это был выгодный договор. Сейчас нет. Он действует до сих пор. Там поломаются самые дерзкие грешники мерзкие, у которых слезы все... Дебютный альбом рэпера под названием «Комик Райм. Часть 1. Черный цветок» вышел в 2016 году. В него вошли треки «Буйна голова», «Ад колыма», «Закон воровской», «Стая» и ряд других композиций. Гео сейчас работает в команде. Музыку для песен часто пишет битмейкер DRZ. Парни вместе начинали в этом составе и продолжают трудиться так по сей день. Иногда работают с другими ребятами, отвечающими за звук. Как признается Пика, его музыка пользуется большой популярностью в тюрьмах и по сей день. Другое дело, что музыкант не боится выходить на иную аудиторию. К тому доказательством служит альбом с Крафтсом. Их знакомство и сотрудничество Гео описывает примерно вот так. Нас познакомил один криминальный авторитет. Они познакомились на свадьбе Валика Словецкого. А я с этим, так сказать, бандитом знаком с того момента, как он освободился из тюрьмы в последний раз. Он слушал в тюрьме моё творчество и через Словецкого нашёл меня. Мне звонит этот наш друг общий и спрашивает, знаю ли я Крафтса. Мол, его не очень красиво встретили в Екатеринбурге. Можешь встретить его по-нашему, по-братски. Я приехал в отель Онегин с пивом и не с пивом. И он чуть на свой салончик не опоздал. Крафтс? Зануда. С ним вот так не поработаешь на расслабоне. С выпивкой, перерывами и ещё кое-чем. Он начинает нудить прям. Так, давайте, сели. Ну а это выработало такую продуктивность. Мы написали за 17 дней 19 треков. Мы тогда приехали в Индию, на Гуа. В деревню Пашину, так сказать. А вот что Гео Пика думает про свою аудиторию. Цитата. Даже учитывая всю тюремщину, что мы делали. Она вышла за пределы тематических поклонников. Я это вижу по концертам. Туда приходят и девушки, и женщины, и пацаны, которым удивляешься, что они слушают такую музыку. Будет альбом «Вечерний Кутаиси» в течение года. Он будет весь сконцентрирован вокруг 210-й статьи. Это занятие высшей иерархии в преступном мире. Кутаиси славится как кузница авторитетных лидеров преступных сообществ. Чтобы было понятнее, 210-я статья ОК РФ описывает ответственность за участие в преступном сообществе или преступной организации. В общем, нас ждет серьезная работа. А на сегодня у нас все. А что вы думаете о творчестве Геопики? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok